В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения. На сегодня прививку от коронавируса сделали почти 160 тысяч человек. Это более 90% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Примечательно, что только за 23 июня впервые количество вакцинированных за день превысило порог в 3000 человек. В коридоре поликлиники 1-й городской больницы многолюдно. Последние несколько месяцев здесь работает один из 55 прививочных кабинетов Верхневолжья, где вакцинируют против коронавирусной инфекции. Прививаются как люди старшего возраста, так и представители молодого поколения. В четверг, 24 июня, в числе вакцинируемых оказался главный государственный санитарный врач Тверской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Арнольд Выскубов. Второй раз я не хочу болеть, поэтому я привился. У меня в нашей организации 90% наших сотрудников, которые имеют иммунитет. Те, кто-то после болезни, те, кто-то после прививки. Но те, кто переболел больше шести месяцев, сейчас уже начинают следовать моему примеру. И буквально в течение недели все прививаются. Как отметил Арнольд Выскубов, число вакцинируемых в Тверской области с каждым днем неуклонно растет. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 159 959 человек. Для сравнения, это примерно половина от общего числа жителей областной столицы. И впервые число вакцинированных перевалило за 3000 в сутки. Вместе с тем, многие из тех, кто вакцинировался в начале года, уже должны задуматься о ревакцинации. Тем, кто уже привился полгода назад и ранее, в условиях текущей эпидемиологической ситуации и подъема заболеваемости, необходимо делать прививку повторно. То есть время 6 месяцев для того, чтобы сделать прививку повторно после того, как она была выполнена. Также отмечают специалисты, ревакцинация важна еще и потому, что до России уже добрался новый индейский штамм коронавируса. И он куда сильнее у Ханьского, говорят эксперты. Как отмечают представители отрасли здравоохранения, скорость распространения нового штамма примерно в 10 раз превышает его китайский аналог. А потому сейчас самое главное — соблюдать эпидемиологические правила, следить за своим здоровьем. Также не лишним будет регулярно проверять себя на наличие антител в организме.